Ну, подошли, положили отраву. Вот одна будка. Вот, пожалуйста, написано. Доли отравлены. Дана, Лана умерли. Страшных мучений. Первой умирающую в конвульсиях собаку увидела жительница дома по улице 2-я промышленная Татьяна. По профессии девушка-кинолог. Тут же поняла, что это отравление. Попыталась отвезти Лану в клинику, но не довезла. Животное в агонии скончалось буквально на руках. Тогда, позвонив старшей по дому, в слезах сказала – ищите остальных собак. Да, ну, искали долго. И вот там, внизу этого дома, там есть гаражи. Там небольшое такое отверстие. Вечером увидели, что там ноги торчат. Ей было так плохо, она туда забралась. Под гараж. Там такой штырь, она себе все располосовала. Когда ее вытаскивали, на все, вот это все было. Это жуткое зрелище. Еще одна страшная картина разыгралась внутри мусорной шахты. В агонии собака Доли разбросала все вокруг. Ее нашли среди мешков с песком. Дети любили, дети ходили, дети играли, дети ласкали, дети гладили. У меня двое детей, и мы прекрасно к ним относились. Для меня угрозы не представляют. Для меня они всегда виляли хвостом. Других не знаю. А вообще собаки, вот на мой взгляд, они были безобидны. К ним подойдешь, они на спину ложатся, и пузико подставляют почесать. И дети плачут, и пожилые люди. В общем, сочувствуют многие здесь. Единодушие по поводу собак, которые возле дома номер 6 прожили три года, выражали и раньше. Несколькими домами сбрасывались на их стерилизацию, вместе кормили, вместе искали деньги на будке, а потом и на передержку. Взамен преданные псы охраняли их от других бродячих стай. Но были и те, кто собак обижал. Лану жестоко избили. После этого она стала четко делить окружающих на своих и чужих. Она укусила человека. Этого никто не скрывает. То есть мы не какие-нибудь зоошизики, которые кормим их до посинения. И все-все-все отрицаем. Все лапки пушистики, сюсички-пусички, безопасные абсолютно. Конечно, нет. Это все равно дикая собака. Она живет без человека. Она доверяет только своим. И что у нее там в голове стукнуло, никому неизвестно. Несколькими днями позже другой жительнице собака порвала пакет. Пострадавшая с нападением мириться не стала. Тут же по почтовым ящикам раскидала призывающие объявления. Кому мешает лай собак ночью, кто замечает их агрессивное поведение, просьба звонить по телефону, ее телефон прокуратуре. Коллективная жалоба будет рассмотрена в ближайшее время. Собак нашли мертвыми через несколько дней. Кто это сделал, сказать никто не берется. Но жильцы сделали вывод. Работали профессионалы. Для отравы собакам сделали специфические скрутки с приманкой. Страшно то, что живодерство – это уже бизнес. Когда просто набирают номер человека, у которого совести нет, у него все хорошо. Он пошел, отравил, вот как у нас адресно. Дальше по району я не находила таких. У нас не было падежа массового просто собак, всяких домашних. То есть это адресно было дано именно этим собакам. Те, кто собак любил и ухаживал, за ними уверены, такая расправа над животными – ничто иное, как акт вандализма. Уже на следующий день здесь, на стенах подъезда, нарисовали вот такие рисунки, где написали «Убийца среди нас». Человек якобы убивает собаку. А на асфальте нарисовали вот такие вот кровавые следы, которые, к слову, ведут к силуэтам убитых собак, которые тоже нарисовали неподалеку от самих будок. А на самих будках, как на памятниках, написали, как скончались собаки. Таким образом, жители решили напомнить остальным, что зверски в этой ситуации поступили как раз-таки люди. А ведь всего этого, как говорят местные жители, можно было бы избежать. Роковыми для животных стали два дня. Для самой ретивой собаки нашли передержку. Осталось лишь найти грузовик, чтобы животное перевезти вместе с будкой. Собаку был готов взять заведующей стоянкой. А когда узнал, что забирать больше некого, попал в больницу. Сказал, это я виноват, я должен был забрать ее раньше. Ну, в общем, сейчас он в больнице находится, в заводской, в кардиологии. У меня сын читает, мама говорит, что это за следы, как объяснить ребенку. Я говорю, больше собак нет с нами. Что делать? Такие люди жестокие, это ужасно, конечно. Кошмар. И как дальше жить? Как детям объяснять, что мы живем с людьми, которые вот так вот могут поступить? Почему кто-то взял на себя ответственность и выбрал негуманный способ решения этой проблемы, жители этого дома до сих пор гадают. Зато каждый понимает, если бы были государственные питомники или работал бы закон о бездомных животных, такой расправы можно было бы избежать. Инна Щедрова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.